Сегодня мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания на портале Экзегет. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос на основании текста Евангелия от Марка, 16 глава 2 стих, в сравнении этого текста с тем, что говорится в Евангелии от Иоанна, 20 глава 1 стих. Вопрос возникает такой. Когда Мария Магдалина была у гроба? До или после рассвета? В чем проблема? В Евангелии от Марка говорится, что Мария Магдалина оказывается у гроба весьма рано при восходе солнца. Это 16 глава, 2 стих. Но в Евангелии от Иоанна мы видим, что она приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Ну, согласитесь, при восходе солнца и когда было еще темно, это как бы несоответствие логическое возникает. Но нам надо разобраться, почему так. Какие предлагаются решения? Здесь как бы есть два возможных ответа на этот вопрос. Один предполагает, что вот это выражение при восходе солнца означает просто ранний рассвет. Ранний рассвет. Можно сравнить с Псалтирию, 103 Псалом, 22 стих. Ранний рассвет – это когда еще было темно. Вот перед самым восходом совершенно неожиданно как-то сумерки, они сгущаются, а потом уже начинается сам рассвет. Но есть вторая точка зрения, которая предполагает, что Мария, Магдалина, она пришла ко гробу действительно до рассвета, когда было еще темно. То, что сообщается в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 1 стих. А потом она не решилась подойти ко гробу, одна. Она возвращается к женщинам, она их опередила, присоединяется к ним, и уже вместе с ними они двигаются ко гробу, о чем и рассказывается у Марка, 16, 1. И что может это подтвердить? В Евангелии от Иоанна говорится только о Марии, Магдалине, но не говорится о других женщинах. Она могла, кстати, напугаться тем явлениям, которые там она пережила. И в противоположность этому в Евангелии от Марка говорится и о Марии, Магдалине, и о других женах-мироносицах. Поэтому здесь нет никакого противоречия, так называемые библейские противоречия. Это просто невнимательное отношение к контексту Священного Писания, когда люди выдергивают один стих и противопоставляют его другому. Но мы должны знать ответы на такие вопросы, чтобы нам лучше разъяснять именно чистоту Слова Божия, обнаруживать цельность этого откровения, в котором нету никаких противоречий, никаких внешних и тем более внутренних ошибок. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Берегите себя. Спасибо вас, Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.